Посреди зимы у одной из городских школ появилась рыжая собачка. Небольшое животное явно было истощенное жизнью на улице. Под кожей выступали ребра, шерсть была грязной, а одна передняя лапка безжизненно болталась. Собака смотрела на окружающих умным взглядом, ластилась к детям, позволяя им гладить себя и облизывая руки в ответ. Детям захотелось помочь животному. Они попросили помощи у одной из учительниц, которая давно занималась волонтерской работой, помогая бездомным животным. Учительница воспитывала в детях любовь к животным не словами, а своим примером, поэтому ученики не стали прогонять измученное животное, а захотели позаботиться о нем. Когда уроки закончились, учительница повезла собачку к ветеринару, а дети высыпали в школьный двор, чтобы провести их и пожелать удачи. Ветеринар установил, что собачка еще молодая. Осмор лапы показал, что перелома нет, но нерв поврежден, поэтому лапа не функционирует и вряд ли будет работать в будущем. Собачку назвали Келли. Ветеринар решил некоторое время понаблюдать за ней, надеясь, что лапу удастся спасти. К сожалению, чудо не случилось, поэтому врач предложил ампутацию. Лапу удалили до локтевого сустава, чтобы в будущем было возможно установить на нее протез, который мог бы позволить Келли вести обычный для животных ее возраста активный образ жизни. К сожалению, и этот план провалился. В верхней части лапы пропала чувствительность, поэтому потребовалась еще одна операция, в ходе которой лапу отняли. Келли предстояло перенести еще одну реабилитацию. Почувствовав, что ее любят и о ней заботятся, Келли изменилась. Она перестала стесняться и бояться, стала активной и веселой. Со временем она адаптировалась к тому, что ей приходится ходить на трех лапах, заново научилась удерживать равновесие и двигаться. Девочка привыкла гулять на поводке, у нее есть свое любимое место в доме, а она всегда ждет, когда ее выведут на прогулку, чтобы справиться со своими делами. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.